Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, всем здрасте, 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 здрасте! Грунче, круче, 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 круче! Команда «Гоносборная Россия» всем привет и дай мне что на твое место. Прости, я просто обозначил, что я капитан. Прости, я просто обозначил, что он капитан. Ну просто бесишь. Ура, такая кулянка. Опачки. А где здесь стоял этот белорус? Бурят. Да-да, Бурят. Вот это брешь! Вот это пират! Где это основная масса нашей команды? Где этот африканец? Абдувинец. Да-да, где это Южная, Северная Корея нашей команды? Вань, ну там-то конец года, может быть, их в армию собрали. О, Господи, сплюнет. В смысле, это чё, типа я, доска, что ли? Нет, ну я б с тобой в ширике ж бы съездил. Ладно, отыграем песник, давайте немножко сузимся, а ты тут поддуваем. Давай-давай, поближе. Слушай, ну как-то неудобно. Не, хотя не, нормально, я привыкну. Мы единственная команда, которая в прошлом сезоне нанесла 43 удара. Поэтому, предлагаю, сразу выполним планку, поехали. Махать! Так, всё, хорош! Хорош! Первое правило нашей команды, никаких бошеддаров. Слушай, Ваня, уже второй сезон в открытой лиге, а мне кажется, что я как снежинка на Олимпиаде. Не раскрылась. Ну так давай, что ты? А у меня текстовая шутка. В Новосибирском зоопарке на директора съемки геомот. Как говорят, шьё в одном месте. Говорю, что неудобно. Так, ты, бурята-заменитель, встань обратно. Слышите, второе правило, никакого искусственного смеха, понятно? Типа вот без этого. Да, без этого. Команда Гоинсборной России по традиции рэпчер. Команда Гоинсборной России по традиции рэпчер. Мы не переживаем, когда наши домашние животные заболевают. И как представьте, в семье заболел кот. Доктор, что с ним? Да это ладно, как он копейницу сделает. А какие пироги печёры пойдёмте посмотрим. Сюда на кампанке, на Масленицу, всегда есть два вот таких мужика, которые хотят залезть на стол. Так, Валера, Валера, Миропей, миксер наш, приготовься. Ну подумаешь, один раз упал. Может, там в пакетах водка? Нет, там никакой водки! Ну и да. Ладно, Валера, пойдём блинчики, пока покушаем, а? Казус на программе «Давай поженимся». Гузеева, наконец-то, стащила Сибитовой. Да ты всё дура, что ли? Да! Я тобой серебряный, у меня же ты говорила, с кучей-кучей. А в последнее время я стала очень модно посещать различные фитнес-центры. Итак, давайте посмотрим в одном из таких клубов. Ой, ты хорошая, ты-то так, да. Ой, ты чё ты орёшь? Я случайно тебе в лицо плюнула. Ты просто рано вышел. Привет, девчонки. Женщина, это вообще так, спортивный зал, помогли бы здесь не курить? Могла бы, не курила бы. У вас тут весы есть. Слушай, я мясо по дороге взяла, как бы не обвешиваю. Ты что, это мясо салют? Слушай, 300 грамм в отрасли, салют. Слушай, я вчера на пилатес ходила. Ой, девчонки, я тоже вчера так на пилатес пивчика нету. Ой, а ты видела нашего нового администратора? Давай, пощаляючка. Тебя хоть кормят, рыч. И приходи, подкуши. Так, девочки, начнём наше занятие. Раз и два. Александр Александрович, а что с вами случилось? Вы же были вот такой. А мужика кормить надо. Ну, Галя, ну шо? Шо, Галя, пойдём мясо вернём. Хорошо, ребят. Ну что ж, друзья, в этом году в Сочи сборная Россия показала неплохие результаты. Вот и мы тоже хотели бы повторить их результат. Спасибо, команды сборной России! Каждая команда начинает свой сезон по-своему. Ну, а мы начнем уверенно. Первый колонки едают на лучший басы. Всё наружу, чтобы определить, что мы в полу по-другому. В полу по-другому. Ну, не стесняйся, и мы готовы. Друзья, я тем, кто не знает, это Артём и Саша, дети ректора нашего университета. И вы играете с нами лишь только потому, что мы там дети ректора. Слушай, это вы играете с нами, потому что мы там дети ректора. Ну, зачем ковер на сцену вытащили? На нём вообще-то звезда находится. Какая? Надежда Кадышкина! О-о-о-о, начнём лозусь! Случай во дворе! Саша, одень шавку! Ну, мам, я знаю, шавку одень! Кардеробщина, открывай дверь! Здравствуйте, прийти на шевер! Она с петелькой, без петельки не принимай! Куда махла она? Да, открывай! О, Боже! О, Боже! Вас обокрали! В смысле? Где ваш рост? Я не понял, а че вы угораете над нами? Знаете, между прочим, что наш отец сказал? Если вы сегодня нормально сыграете, он вам все долги простит. Мадам, друзья! История! Два козыря! Кирюш, ладно, зря тебе скинуть надо. Все, ребят, начинайте! Открытый номер 8, без кого не стесняйся! И мы начинаем! Друзья, и сразу же представьте, ну очень-очень толстая девочка бежит кросс! На старт! Внимание! Настальгия по школьным временам. И так физрук пришел в школу в новом спортивном костюме. Так, класс, равняйся. Да, на меня. Ого, новый костюм! Так, не подлизывайся. Пять. А где мячики, на которые мы деньги сдавали? Урок закончен, до свидания. В жизни случается очень много разочарований. И вот парень смотрит, как паркуется его девушка. Зато как на скринке играете? Певайте! Третья передача «Спеть зачем?» Давайте сейчас представим, что нашу планету вот так потряслили. Все перемешалось, все поменялись местами. И так, случай на лекции. Здравствуйте, студенты. Я опоздал. Сергей Петрович, где вы были на прошлой лекции? Я болел. У меня проблемы в семье. Я еще и работаю. Так, а где ваши лекции, которые должны были читать сегодня? Собака съела. Погать курить? Я не курю. Представим, что сейчас 1215 год. Отец и сын выбирают себе коня. Нормальный такой конь. Ну смотри, сразу видать битый был. Идет, идет, похоже, и сзади. Вот это, видишь, битый был. Какого битый? Ну битый, смотри, сколько же проверили вещей, да? Оп, целый парень стоит. Ну что смеяться? Ну ладно, ладно, что? Ну и здесь что, сразу менять, да? Подковы что, зимние есть? Да нет, базовый конь. Базовый конь? Ну тебе самый раз. Будешь гонять там девчонок цеплять. Слушай, что, сборка цыганская, да? Да кого цыганская, арабская? Ну что ты мне вот дураков тут обманываешь? Ну видела, что цыганская. Шар хотя бы убрать. Ну слушай, что. А что, разбил, что ли, а? Какой разбил? Да я же вижу, разбил. Ну шов вообще затирать не умеете. Ну ясно, ясно. Ладно, сколько жрет? Ну три, а сана, два, сколько? Да-ка, бабушка твоя. Ладно, лошадей сколько. Лошадей? Ну мы пытаемся одна, а по факту четыре. Четыре лошади нормально, это первый мой конь будет. Четыре лошади нормально, в принципе, да. Ну а что там пробег? Ну по киевской России не хуже. Нормально вообще, будешь первый. Ну сейчас мы ходовочку проверим, да? Не, ну что, сдох, конечно. Дорогие друзья, скорого 8 марта и мы хотели бы поздравить единственную девушку в нашей команде. Валентина, мы скинулись с ребятами и решили сделать тебе подарок. Валюша, вот и тот подарок. Мы как бы это решили, и заморачивались, и подарить тебе теплые слова. Артем, подогревай. Ну пацаны, я тоже заморачивалась, вам подарок приготовила. Вот держите вам цепочка на брелочек. Зачем? Я вас там помешу на ключики. Вот вы видите, Баша, а? Друзья, никогда не стесняйтесь делать людям приятное. Ведь если вы делаете добро, то это добро вам обязательно вернется. Оу! 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 Когда нас встречи на Василии, то не отчаянешь нам, И уронишь камень от того, кто не сруказал. Вот здесь верим все ошибки только для тебя. И правильного оттого! Мы не встречаемся! А вот такой вопрос, как попасть в команду, ребята. Помните, как всех, я вам не знаю, что такое провернули. Я по сцене, потому что ребята сказали, жидче. Ну вы чего? Ты как будто бежать не берешь, если что? Ну давайте. Скажи, пожалуйста, как попасть к вам в команду? Ну приходи только без Маргунова, не надо, пожалуйста. Это да! Это журтой, Азибел! Ну, спасибо. Я ему передам. Итак, есть ли еще ответы? Сережа, ты сам в какую команду хотел? Я бы сам. Подружная, да просто на прошлой игре у нас были женские спорные. Выходите, выходите. Чисто как патриот в спорную России, наверное. Выходите, ребята, очень. Ну а так в сердце Сибири я вам пригласил, пожалуйста. Я тоже. Скажи, пожалуйста, как попасть к вам в команду? Нужно, чтобы вас вкусил майский жук. Тяу-тяу, тяу-тяу. Может, начало, пожалуйста? Да, добрый вечер команды, приветствуйте. Ну, пожалуйста, погромче вашего. Я, собственно, в команде, в которой я последний раз играл, и вся моя команда. Мы закончили играть в КОН. Я уже, если честно, скучаю. Вот такой вопрос, как попасть к вам в команду. Ну ты, Гарбачев, пришел в команду, перестали играть, а? Разбалил Тима, да? Острополитические. Это политические. Мы здесь интересны для отмечания сборной России. Сережа, мне кажется, она будет к тебе. А, хотя мне кажется. Ну давайте, отмечайте. Поговорите просто, узнаете друг друга. Привет, Сереж. Привет. Скажи мне, пожалуйста, а? Настенька. Скажи-ка, Настенька. А как попасть к тебе в команду? Ну, судя по нашей команде, нужно иметь высокий болевой порог. Ну, а вообще, красавчик у нас уже есть. Спасибо, спасибо. Спасибо большое за ответы. И снова пропадем. Представляешь? Я. Казалось. Ротой расчет был. Ротой расчет был. Здравствуйте. Какой большой, как я побольше, для вашего спектра. И следующий вопрос. Александр Ширмайдов. Ура. Ура. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, а теперь расскажи меня, но мне не видно, что у тебя на свитере. Расскажи, пожалуйста, сюжет. Лошади? Лошади. Обычные. Так вы пишите на вас. Очень простой вопрос. Дело в том, что у меня в жизни случилось очень много всего интересного. У меня недавно была свадьба. Я... Так не знаю, чай! Я купил себе новую машину, RAV4, если кто-то знает. Ну, тоже машина. А, нет, рейдж-ровер, рейдж-ровер. А, ну тоже машина. Шарок большой. И вот сейчас остались деньги на квартиру. Скажите, в каком районе в Новосибирске лучше приобрести квартиру? В каком районе лучше приобрести квартиру? Ну, а сам ты? Как бы, охотно поговорить с вами, ребят. Так мне тут... Детки вот так я лошадно сдать. Александр, а какие районы вам милы? В одолётных местах, понимаешь, это и скучно. Вот как, надо как-то компрометить. Как бы не на компрометить на пет, понимаешь? На ключи. Я-то классный. Я за ним живу. Я понял? Разве кто-то в гости выйдет? Я за ним живу. И так, друзья, время выше за ним. А, у нас есть ответ. Жук майский сейчас пахнет. Осторожнее. Скажи, пожалуйста, в каком лучше районе Новосибирска купить квартиру? Ну, лучше всего купить квартиру в районе Мальдив. Ну, конечно, в Новосибирске тоже можно купить, но лучше в районе Мальдив. Хорошо. Не смешно, но вот так честно. Молодец. Ставета хороший. Тем более цена, наверное, одна. Ныне Мальдивенская и Новодьева. А можно со свадьбой? У меня недавно была свадьба. Я купил себе Егор. Холодный. И вот осталось последнее. Скажи, в каком лучше районе Новосибирска приобрести квартиру? Ну, нет, подожди. А свадьбу ты сам делал, да? Да, нет. На самом деле, свадьбу велел Егор Хансов. Спасибо. О, есть такой человек. Спасибо, Александр Шлайфер, друзья. Пронесмел его. И Александр Шляхин, который боится ходить в руке. Тебе боится? Спросите, да. И не спрашивайте, что у меня на свете. Так. Вопрос такой. Я гулял по Новосибирску как-то. Вижу табличка. НЦСН. Я думаю, ну, слава богу, снизу есть расшифровка. А можно, если микрофон говори? Можно. Внизу расшифровка. Новосибирский ЦСН. Ха. Какие еще интересные таблички вы встречали в Новосибирске? Какие, может быть, нелепые таблички вы встречали? Может, надписи. Александр, кстати, специально для вас, не на руках, скажу, что сегодня в Русске проходит ставпати. И повелите, как с КВН можно будет договориться туда попасть совершенно бесплатно. Это, наверное, как по Александру. Говорю, не слушайте. Больше никто. И команды КВН, тем более, там, скорее всего, будут, потому что я всех позову лично. Как здорово, что у меня уже есть номерок. Здрасте. Чурой. Я гулял по Новосибирску как-то. Вижу табличка на здании. Написано НЦСН. Слава Богу, была расшифровка. Новосибирский ЦСН. Какие вы встречали интересные таблички в Новосибирске? Ищу квартиру в любом районе Новосибирска. Шнайдер. Жена ТСН. Какая странная рация? Да. Костейцы Сибирь. Кто у дома? Кто это написал? На чем? НЦСН. Всем интересно, чем пахнет? НЦСН, что это? Я потом узнал в Кубльнисе. Спасибо вам более подробно. Там написано «Новарищ Бюлькин, Петрафинг СМ». Да-да-да. СМ, в смысле. Смотрите страницы 4. Так что это? Центр стандартизации и метеорологии. На чем я это спросил? Не знаю. Разно. Гулял как по Новосибирску. Вижу табличку на здании. Новосибирской ЦСН. Какие интересные таблички в Новосибирске встречали вы? За визитку 2. А-а-а-а-а! Это злопабельная такая рова. И пожалуйста, жук в пасте. И так, гулял в Новосибирскую виджу табличку НЦСМ, расчифровка Новосибирске ЦСМ. Какие интересные таблички в Новосибирске встречали вы? Табличка «Не будь свиньей, а не стыдный барон». Что-то правда из жизни, я не придумал. Он его слышал. Спасибо. А присыпаем его шпатикал, Александр Кирякович, друзья, ваши аппетитенты. Будут ли еще вопросы от членов жюри? Конечно, Евгений Зайцева сейчас на нас. Евгений, будьте добры. Итак, всем добрый вечер. Командам привет. Сегодня я заметил такую закономерность. Сегодня цифра 3 у нас почему-то везде мелькает. Сегодня 3 марта, 3 марта на 8 мая. Три команды на сцене. Третий этаж, спасибо. Жаркие, зимние, твои. Вот только что буквально закончились. Тоже 3 слова. А марта тоже 3 месяц. И марта тоже 3 месяц. А я сказал уже. Да, надо внимательно, что человек с микрофоном. Фу-у-у! Садись 3, да. Спасибо. Итак, и буквально тогда вопрос про цифру 3. Подскажите, как в трех словах эффектно так, и самое главное эффективно познакомиться с девушкой. То есть, если вы не знаменитесь с девушкой, вы уже не способны, даже 4-ая, да, разбирать? Да, все молодежь лучше знает. Ну да, квадратная плотненькая, емкая. Итак, как в трех словах эффектно и эффективно познакомиться с девушкой? Воу-воу-воу! И не понимаете, кто же не понимает, на какой-то словах. Что-то девчонки-то молчат у вас. Больше всех знаете? Итак, как в трех словах эффектно и эффективно познакомиться с девушкой? У меня RAV4. Ну вот, ну, знаете, расработало. Евгений, а у вас есть? У него же поддержка Невуар, и вот это сработало. Как в трех словах пизлата познакомиться с девушкой? Я даже так спросил. Будь я другом месте где-нибудь. Ну и отвечает сборная России. И отвечает сборная Россия. Можно громче баллодировать. Если бы вам поддержка любите какая-то, отлично. Итак, как в трех словах эффектно, а самое главное эффективно познакомиться с девушкой? Хочешь мой салат? Спасибо. А я предполагаю, ты не узнаешь, на дуле архаллы и спецы. Всем еще раз здравствуйте. Вот вижу, стоит у вас роллап с названием «Пионер». А как известно, «Пионер» всегда готов. На что вы готовы в этом сезоне ради победы? Да, друзья, это называется роллап, это уходить на «Пионер». Просто, чтобы вы посмотрели. А на что вы готовы ради победы? Воу, воу, воу. Качать, пол готов качать. Это, блин, блин. А вы не тесняйтесь. Ну, друзья, а что вы готовы ради победы? Так много сомнений, а вы были глаза. Некоторые люди, может быть, даже случайно попали. И так, друзья, да, кстати, по конец игры у нас ожидается запланированная стеница шоу. Ну, а сейчас ответы от команды КВН «Сборная России». А на что вы готовы ради победы? Ради победы я готова все-таки взять новую, играя из высшей лиги, к себе в команду «Сборная». На своем конкурсовой песне мы решили посвятить тому, что все когда-нибудь в жизни хулиганили. И поэтому мы будем с телефона. Мама, I'm a criminal, 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 I'm a criminal. Мама, I'm a criminal! Подъезденный звонок стоял и наживал, я был над ним крутым, что не убегал. Ничего. Это квартира моя, я ключи потерял. Мама, I'm a criminal! Виктор Соль жив на соборе увидал, взял маркер и тут же написал. Виктор Соль не отбольно, отбольно и катал. Что, вам, I'm a criminal! В лифте клубки под шагом! I'm a criminal! Все загадки под шагом! I'm a criminal! I'm a criminal! I'm a criminal! I'm a criminal! Мама, I'm a criminal! Чтобы быть крутым, татухи рисовал. И это не жвачка турбан или попал бар. Все чихи в шоке, пошло по улицам и местам. Мама, I'm a criminal! Водители уехали на дождь, я гуляю, Стали сною снищу с телефонами или славе. Быстро отзвоним друзей и подруг. Брату, так-то, какой курс одной песни? А ты уже вторую читаешь? В этом и есть мой криминал, брату. Мама, I'm a criminal! И хэппли на GTA, и Мама, I'm a criminal! Цыной стрелок мастера! Мама, I'm a criminal! Мама, I'm a criminal! Мама, I'm a criminal! Ты сейчас в жизни криминал достал! Так уж и в мире будет мир, а не криминал! Мама, I'm a criminal! Мама, I'm a criminal! Друзья, что вы хотели рассказать своим конкурсам в одной песне? Так вы уже поняли, наша команда за добро! И поэтому мы вам хотим пожелать! Пусть у вас все будет, и вам за это ничего не будет! Спасибо! Команда «Лоскорной России»! Вы знаете, далеко не в каждой команде такие внимательные парни, как в команде КВН Жук Майский. Мама, I'm a criminal! Родная, любимая моя! Я отшелся! Янукович Недоделанный! Ты где встречался? Ну просто, ну так вышло, но... Что так вышло? 23 февраля! Как ушел? Так я вот ведьки не видела! Дилятор Мата сегодня, между прочим! Дочь? Залыла! Как ты выглядишь? Пришел почтален, она его папа назвала! Послушай, дорогой, скажи, какого хрена? Лишь под утро приползает в свое тело, На кухне кушталон, а сына свое блюдо! А в арте номера, в мобильнике откуда? В праздник пропустит! В ночь играет с камнем, а сына проиграл Соседу Николаю! Стема стала жирной, как мяло-беги-моты! Красно подарил мне на восьмое парня! Далеко гуляешь, ключи тяняешь, Какой хрена! Там праздник не танешь, Целыми днями! Двери стихаешь, И в гаражах не вылезаешь! Да я гаишник, поэтому толстый! Был бы худой, был бы ровный, прикольный! Она не рад, Моим теперь в коне! Это на два дня, В ночь не в салонах! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, Коля уже пришел, видишь? Временский музыкант, пришел! Ты бы так свою жену таскал, вот свой паян! А я паян больше! А я Светочку передаю! Я ваш сын Коля с третьего подъезда Твой сыну с тут не может по твоей наезды Кстати, ваш сынок у меня живет прекрасно У него есть три игрушки, палка и сапата Поет, не пухает, он, как лошадь Пашек Стоит на дороге и целыми днями жезло машет Он просто золото, он вообще офигенит А ты его стругаешь, как струганок лопаток Давайте узнаем, кто пришел Маму, улыбни! А, слово в чистом виде, еще не факт, что в чистом, посмотри Помолчи! Пашечка Судяк мы ведем с тобой одна за пара При моей, Катюшеньки, он вообще не пара Ты не просыкаешь, сам pop в беленом И вот куда ты настаешь, словно жеребенок А кого еще в этот тортик исполнил? А я бутылка водки, че все шишки на меня-то? Он сам присосался, я не виновата? Я пёс на бутылка, я вообще... Я пошел на пыльчик. Куда? Ну там, где меня действительно ждут. Министерство образования, что ли? Куда? Милая моя, ты против меня за то, что, как козел, всегда веду себя. Папа-папа! Ну, послушай, пожалуйста. Папа-папа! Любимая, прости меня. Папа-папа! Но на подарок готовил я. Папа-папа! Что я это сделал для тебя? Папа-папа! Ну, милая, пожалуйста, все это сделал, потому что я люблю тебя. Возьми брата! Друзья, вдруг кто-то знает, кто-то не знает, но я скажу. В каждом мужчине скрывается несколько разных внутренних яд. Они появляются в определенный момент и отвечают за определенное поведение возникшей ситуации. Итак, давайте представим. Квартира, раннее утро, обычный русский мужичок. Утречка для мужика, не тяжела, не легка. Пусто поспал два часа, сегодня понедельник. Ты кто? Я твоя лень. Благодаря мне ты не сделал ни одного преступления. Куда ты спишь, и два помеши. Да я опаздываю. Да тебе-ка второй, смейте. Да уже вторая. Ты-ка второй, второй половине. Нет, давай завтра пойду. Ну вы, сколько же во мне бей, а? Целый тюлей. Ладно, если ты здесь, то все остальные тоже здесь. Идите все сюда. Я алкоголик, я здесь. Я лень приступил. Ребята, а девчонки, ну нет? Я вам там стучу молоку. Я тут вообще ни при чем. И что, вы все во мне живете, что ли? Нет, мы оставили нас с пятницы по воскресенье. Я когда жена уезжает. А я исключительно с утра. Нет, ну а я что, все пошли, я тоже пришел. И встречайте, обладатель круглосуточного абонемента в меня, Лень. Можно я сяду? По статистике уже. Ребята, я похмелье опоздал чуть-чуть. Скажите, кто послений? О, я забавлю буду. Кстати, похмелье в 10, значит время с 7 утра. Время, соседка, твое время. Время уже с 7 утра, стены скролить мне пора. Хоть и ремонт не идет, пузо скролить потолок. Мальчик, соседка пришла, иди дверь, открой. Время с 7 утра, можно сверлить потише? Тише, 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 тише. Ничего не говори. У тебя есть соль? Нет. А у меня есть. У тебя есть лавровый лист? Нет. А у меня есть. У тебя есть картофель? Нет. Ты че, хвостом? Нет. Живу с мамой. Придурок. Соседка, ты мне казанище должна. Что ж, для чего я здесь вас всех собрал? Что ж, для чего я собрал вас тебе? Чтобы придумать подарок жене. А как же, Наташка? А как же, Маринка? А как у тебя сидят? Это все он. Ну, было дело. Нет, парни, ну, она в принципе симпатичная. Давайте вернемся к подарку, ладно? Я думал, хоккеисты подали в жене. Победу в финале, но они проиграли. Что же ответит на это все мне? Ну, кто смелый, может, ты оправдай мне? Нет, а что сразу я, американский судье? Типа ворота ли там? Голос не считаю я там. Хорошо, ладно, а мать с финами? Нет, ну, тут наша вина. Мужики, может, покой? Нет, только после секса. Нет, лею, лею. Парни, у меня последняя осталась. Как бы мне все надоели, а жпить захотелось. О, ребят, все, давайте, я пошел. Старина, не прощаемся, еще увидимся, давай. Ребята, может, вы что-то предложите мне по поводу подарка жене? А может, подарим жене выходной? И будем напить и гулять не с женой? А может, серьезно? Серьезно постим? Да замолчите, мешайте, блин. Слушай, если ты не знаешь, что подарить, прислушайся к своему разуму и сердцу. Слушай, вы с ней вместе уже пять лет. Ты должен сделать ей такой подарок, который она никогда не забудет. Сделать ей такой вечер, который она будет помнить до конца своих дней. Сердце, а что скажешь ты? Центр кардиологии, возьмите фланг, пожалуйста. Боля, где моя плойка? Ну там, найди, может, найдешь. Нет, Боля, что, я не трогал. Исана найдет твою плойку. Так, дорогой, я с тобой хотела очень серьезно поговорить. Мы с тобой живем вместе уже пять лет. И мне все это время кажется, что я разговариваю с разными мужиками, а не с тобой одним. Извини, пожалуйста. Правда, пора взять тебя в руки. И все-таки ты придумал мне подарок на нашу даровщину. Дорогая, пускай, подарок, который я тебе подарю, останется в секрете. Ведь это подарок, о котором ты вечного всю свою жизнь. Короче, не придумал. Нет, ну почему сразу не придумал? Лучший подарок это здоровое сердце. Центр кардиологии, возьмите, пожалуйста, плави. Спасибо за оригинальность. Боже, смотри, как и умеет. Мачо и воскресенье. Но кто тоже мужик, и он не будет другим. Просто ищите в себе, раз вы таким мужиком. Это мы вам принесли, и не знаете. Важнее любовь. Друзья, любите друг друга, а не на что? Звучит как то. Кому-то, кто его не объясняет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok